Наш университет был оператором обсуждения примерных основных образовательных программ по всем предметам школьной образовательной программы основного общего образования и вот сейчас завершается обсуждение среднего общего образования. И действительно в процессе этого обсуждения часто возникали вопросы о том, ну вот действительно очень здорово, что мы договорились о концепции преподавания истории, математики, договаривались о концепции преподавания математики, соответственно, сейчас шел разговор по концепции филологии и по ряду других предметов тоже идут разные разговоры. И учителя периодически достаточно аргументированно спрашивают, ну вот есть концепции преподавания, есть стандарты, есть примерные образовательные программы, есть технологические карты урока, про которые им все время говорят методисты школьные, есть всероссийские проверочные работы, в конце концов есть кодификаторы единого государственного экзамена. Значит, есть связь с другими предметами, очень важно рассмотрение всегда истории общества знаний. Есть в конце концов учебники, которые издают издательство и тоже преследуют некоторую свою логику. Этот список можно было продолжить, но основной вопрос звучал так, что а как это все друг с другом связано? Что из всего этого объема для учителя является обязательным, а что не является обязательным? Что необходимо учитывать непосредственно входя к детям в классах, от чего нельзя отказаться, а где место творчеству и поиску каких-либо дополнительных, например, материалов? И, ну вот, как бы обсуждая эту тему последние два года, в общем, с уверенностью можно сказать, что вопрос регулирования содержания образования, это, безусловно, тоже трудный вопрос истории. Надо сказать, что здесь есть своя историческая правда, свое историческое движение, и, может быть, как раз на этих встречах, на съезде историков, об этом можно было бы поговорить. Очень контурно обозначу линию регулирования содержания образования. Наверное, самым первым федеральным государственным образовательным стандартом, можно третий слайд, сразу, показать, был, вот мы с Владимиром Ильичем Нечаевым, значит, на этот счет обменялись мнениями, что, наверное, вот этот компетентностный образовательный стандарт, стандарт, который действительно задавал требования к уровню подготовки выпускников, был в 1717 году с появлением документа юности «Честное зерцало», где, собственно, в общем, ряд позиций, то, как должны молодые дворянины себя вести по отношению к иностранному языку, различного рода мероприятиях, как они должны сидеть в светском обществе и так далее, все это присутствовало в этом документе. И вот за 100 лет с 1717 года с появлением церковно-приходских школ появляется другое регулирование содержания образования, когда начинают выделяться темы, и выделяются на них определенные часы, и за каждым учебным предметом, ну, вот, стоит определенная тематическая регламентация. Конечно же, в первую очередь именно такой подход был связан с предметом номер один, который был в всех учебных планах, и позднее, собственно, уже будучи распространенным от церковно-приходских школ на регламентацию гимназии Министерства народного просвещения. Это закон Божий. Естественно, вот такая тематическая регламентация, когда выделяются священные тексты, Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелие, базовые понятия, богослужения, литургия, символ веры и так далее, естественно, само причастие к этим текстам, само вовлечение в эти тексты уже являлось определенным шагом развития, уже являлось шагом одухотворения, уже являлось определенной миссией образования, вот такого причастия к священным текстам. Именно так и стали строиться первые образовательные программы. Именно это впоследствии, в 70-х годах 19 века, стало основой регулирования содержания образования. Седьмой слайд, пожалуйста. Вот с тех пор, конечно, не менялось. Этот учебный план так и не менялся. Значит, немножко изменения, попытки сделать изменения, следующий слайд, были в 20-х годах прошлого века с Анатолием Васильевичем Луначарским, когда программный минимум понимался не как обязаловка для всех учителей, а как некоторое предложение, которому можно было бы следовать. Ну, там много было различного рода новых подходов регулирования содержания образования. Это было похоже, наверное, на то, что у нас с вами было в 80-х годах движением учителей-инноваторов, с появлением авторских программ, с появлением различного рода методических и технологических разработок. Но вот этот принцип регулирования содержания образования по темам и по часам, он сохранялся и, собственно, в 30-х годах был снова возобновлен, когда три подряд сменяющих друг друга наркома, Бубнов, Тюркин и дальше, собственно, Потемкин, установили нынешнюю институциональную структуру и нынешнее регулирование содержания образования. Вот, пожалуйста, покажите 12-й слайд. Все мы помним, когда у нас, в общем, кто работал в советское время еще, да, все помним вот такие книжечки. Это программы Министерства народного образования, которые у нас обычно в классе у всех присутствовали и которых мы должны были придерживать. Конечно, ситуация начала меняться с 90-ми годами, когда был принят закон об образовании. 14-й слайд, пожалуйста. Эдуард Дмитриевич Днепров тогда возглавлял в НИК школа. И появилась, в общем-то, достаточно противоречивая, но созревшая к тому времени структура регулирования, когда содержание образования было записано, разрабатывается, утверждается образовательной организацией или тогда образовательным учреждением самостоятельно, но, тем не менее, есть обязательный минимум содержания образования, требования к уровню подготовки выпускников и структура образовательных программ. Конечно, после этого еще были дополнительные изменения. И, собственно, 273-й закон и ранее него, 2008-й год, который изменил структуру образовательного стандарта, установив три вида требований, требования к структуре образовательных программ, условиями их реализации и к результатам. Но, тем не менее, в ходе вот такого, таких вот, так сказать, кардинальных изменений, таких исторических основ регулирования содержания образования, которые у нас были, сложилось, ну, таких два мнения, два представления о регулировании содержания образования. 16-й, пожалуйста, слайд. Вот первое представление, содержание образования, как некоторое причастие. Вот прошли мы определенные темы, окунулись мы в ту или иную историческую эпоху, прочитали мы то или иное литературное произведение, они прикоснулись к тому или иному объекту культуры, и изменения произошли, ну, как бы, вследствие этого причастия, вследствие этого соприкосновения, вследствие этого погружения в эту действительность. И вот это присутствует, как бы, в наших головах, и мы, как бы, таким образом строим педагогическую работу. Но есть и второй вид педагогической деятельности, когда, следующий слайд, есть учебный материал, есть образовательные результаты, для достижения которых подбирается тот или иной учебный материал. Исторически этот подход у нас возник в 60-е годы, когда была создана специальная комиссия по обновлению содержания образования, следствием которой стала деятельность в специализированных учебно-научных центрах, все знают про шесть физико-математических школ, появившихся в стране, которые действительно самостоятельно выбирали, регулировали содержание образования, подбирая те или иные дисциплины, то или иное наполнение в области физико-математических наук. И с другой стороны, появилась целая плеяда экспериментов в духе культурно-исторической концепции Ильва Семеновича Выгодского, кстати говоря, которому в этом году исполняется 120 лет, это большая доля и для нашей страны. И, собственно, в тот именно период появились Давыдов, Ильконин, Занков и вот разного рода движения, которые попытались по-другому действительно взглянуть на содержание образования с точки зрения развития высших психических функций. Как быть в этой ситуации, когда столь разные представления о регулировании содержания образования и педагогической деятельности у нас есть? Действительно, очень разные регуляторы. Ну, вот тут можно обратиться к международному опыту, поскольку действительно последние годы, когда стали проводиться международные сопоставительные исследования качества образования, многие страны задумались, а как же нам на самом деле построить систему норм, систему регуляторов, чтобы содержание образования соответствовало вот этим вызовом, вот этим, так сказать, навыкам будущего, к которым должны стремиться школьников. И мы тоже, в общем, существенно продвинулись, я думаю, что конкретизация результатов исторического образования – это тоже определенное наше достижение. В общем, мы уже сами эти результаты формулируем, но более подробно проверяемо, чем это делали раньше. Есть разные подходы, вот, например, Соединенные Штаты сейчас реализуют, можно в следующей слайде, программу выделения базового ядра содержания образования, делают они только это по английскому и математике, и такой исключительно навыковый подход вряд ли применим в нашей действительности, но, тем не менее, мы можем обратиться, вот мы разные страны анализировали, где действительно, мне кажется, удалось найти некоторый баланс между результатами образования и, собственно, учебным материалом. Вот такой баланс, с нашей точки зрения, удалось найти в Великобритании. Недавно, там, в 2013 году был опубликован новый формат куррикулума, который, национального такого учебного плана, который, собственно, мне кажется, существенно продвинулся по истории, немножечко здесь, наверное, покажу. Ну, 22-й слайд. Ну, вот, это, собственно, цели, которые ставят британцы при изучении истории. В общем, это не все цели, которые они ставят при изучении истории, но это, в общем, достаточно операционализируемые цели, которые можно проверять. А что же учебный материал, а что же дидактические единицы? По дидактическим единицам следующий подход реализуется, ну, вот, наверное, самый минималистичный вариант покажу. Следующий слайд. Значит, действительно, вот есть несколько ступеней освоения школьной образовательной программы. Значит, и здесь есть ряд позиций, которые обязательно всеми должны быть освоены. Ну, например, если вы преподаете историю, вам обязательно опираться на те текущие события, которые проходят, ну, вот сейчас в стране нельзя учить его истории от них в Великобритании. Закрывать глаза, а, в общем, необходимо с детьми обсуждать, потому что все равно они все видят по телевизору, обсуждают в семьях и так далее. Конечно, остаются события вне текущей истории, важные на национальном уровне или на глобальном уровне. Ну, вот, так сказать, примерно из перечня подобного рода событий. Это я, естественно, взял в начальную школу, где уже присутствует история. Жизнь знаменитых людей в прошлом, да, вот тоже есть определенный перечень. И знаменательные исторические события и люди в местности проживания. Это тоже важно, вот когда у нас было краеведение, так сказать, тоже про это говорили и так далее. Ну и, наконец, а что же, собственно, с этими самыми нашими дидактическими единицами, за которыми мы так боремся? Следующий слайд. Есть ряд позиций, которые, безусловно, являются обязательными, их нельзя не пройти. Вот изменение Великобритании от каменного века до железного века, да, вот специально я взял этот раздел для примера просто, да. Значит, это, конечно, нельзя не пройти, так сказать, это обязательно требуется во всех школах. Но вот структура дидактических единиц, сколько можно конкретно уделять каменного веку, сколько железного веку, в большей степени нужно опираться на такие месторождения, извините, на такие исторические объекты, как Скара Брей или Стоунхедж, да, значит, все это выбирается уже на уровне образовательных организаций. Есть примерный набор дидактических единиц, который может учитель подбирать, обеспечивая достижение соответствующего образовательного результата. Вот такой подход, когда все-таки мы имеем дело не сотни страниц, которые нужно, вот, так сказать, за весь курс пройти, а с определенными, вот, точными образовательными результатами и неким пространством для выбора, так сказать, для методического подхода специфичного учителя, для предпочтений, которые у него есть. Мне кажется, вот там некоторый баланс найден, и это можно использовать в том числе для наших разработок. Ну и, наконец, мне бы хотелось сказать, что у нас для этого есть, все, завершаем, для этого есть все нормативные возможности. Последний, 28-й слайд, у нас наш президент, значит, в декабре прошлого года дал такое поручение о создании механизма обновления содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом разного рода интересов. Поэтому в пути нам предстоит, мне кажется, очень интересная педагическая работа, следствием которой станет улучшение качества образования. Спасибо. Спасибо. Спасибо.